Какие печальные события не происходили бы в мире? История показывает, что люди творческих профессий никогда не оставались безучастными. Например, во время Великой Отечественной войны артисты давали свои концерты и спектакли в военных госпиталях и даже на линии фронта. Сегодня в студии медиа-центра «15-й регион» Владимир Иванович Уваров. И мы поговорим о русском театре и о событиях на Украине. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, отталкиваюсь от ваших слов. Спасибо большое. Вы вот сейчас сказали о роли театра, о роли культуры. Идеология – это… Вся идеология держится на культуре и на истории. Это особенно важно сейчас. И вот сегодня, как никогда, наверное, театр, искусство востребовано. Что касается войны Великой Отечественной, там было много таких потрясающих историй, когда мы знаем во время Ленинградской блокады, а я об этом вспоминаю, у меня папа воевал во время Ленинградской блокады, был в Ленинграде, и Шостакович дирижировал, играл свою знаменитую симфонию. Таких случаев героизма артистов было очень и очень много, которые пошли на фронт не потому, что получили какую-то разнарядку или не потому, что их кто-то активно заставлял. Вот, например, Шостакович и Плесецкая буквально в первый день войны были уже на фронте. Притом были на фронте по абсолютному убеждению той правоты, которую мы делали и в результате победили. Опять же, это сегодня очень важно, это сегодня очень актуально. Все здесь, знаете, определенными событиями, когда мы говорим о пятой колонии, когда мы говорим об этих людях, которые очень лихо маскировались в добродетель, в такое понятие, как патриотизм, были публичны, были звезды. И вот сейчас мы видим на поверку, что они себя представляют. Мне не хотелось бы сегодня называть фамилии, но не могу не назвать, потому что вы сами затронули эту тему. Вот, например, в свое время меня раздражала вот эта песня, которую пела Алла Борисовна Пугачева. Так же, как все, как все, я по земле хожу. И я еще тогда акцентировал внимание на то, что ты посмотри, она нам разрешает рядом с ней ходить по земле. Она, как все, ходит по земле. И вот во что это в результате вылилось. Значит, мы сейчас впервые, наверное, вот за всю, так сказать, большую историю моего руководства Русским академическим театром имени Вахтангова, мы впервые выпускаем две премьеры. Такого еще не было. У нас было так, в субботу мы играли один спектакль, премьерный, в воскресенье, это же название мы играли. А сейчас мы играем два разных спектакля, в пятницу и в субботу. Ну, тема одна, любовь, и там, и там, и там много музыки, и там, и там много песен, и там, и там много даже какой-то сентиментальной грусти. Самое главное, что замечательные актеры. Я вот вчера на прогоне был, я сказал, вы знаете, я счастлив, я горд, что я вот работаю с вами рядом, что вы такие замечательно талантливые. Вот это у нас два спектакля. Бригада приехала к нам из Ростова, очень талантливые люди, режиссеры из Болгарии. А вот бригада Ливон Адамов или Маэлян, ну Адамов это его творческий псевдоним, он драматург и первой пьесой, и второй, значит, Никульшин это пластиограф, Саша Гаптарев совершенно уникальный человек. Все эксклюзив, эксклюзив, все написано исключительно для Русского академического театра имени Вахтангова. Больше вы нигде не увидите ни подобных песен, ни подобного текста, ни подобной пластики. Ну и вот Лайла Кузьменко, она явилась продюсером этого всего проекта. Я очень рад, если зритель увидит интерес в этих двух названиях и будет к нам приходить, в чем я абсолютно не сомневаюсь, приходите. Спасибо большое, мы обязательно придем. Мы раз уж мы заговорили о репертуаре театра, расскажите, готовятся ли какие-то постановки, которые направлены на то, чтобы поддержать наших военнослужащих? Нет, не готовятся. Потому что, вот знаете, поддерживать военнослужащих надо не какими-то тематическими постановками к дате, а поддерживать надо, наверное, своим постоянным отношением. Наверное, хочу процитировать Гарсио Лорку, который сказал, «Театр может в считанные годы переменить образ чувств целого народа. И наоборот, увечный театр, отрастивший копыта вместо крыльев, может растлить и уничтожить нацию». Поэтому надо ежедневно, ежечасно, ежеминутно думать о той миссии, которую Господь Бог дал тебе, дал тебе профессию, дал тебе возможность творить и работать. Что касается, опять мы невольно сегодня идем к этой теме, которая у нас, а мы от нее не уйдем, это мракобесие, которое происходит, так называемый президент. Язык не поворачивается, да ни у одного нормального человека не повернется язык назвать его или Порошенко, или его президентом. Это же два негодяя, которые, это про него сказано, Всевышний, дарующим людям власть, не забудь наделись их или его умом и совестью. Мне кажется, ни ума, ни совести. Вот этот негодяй по фамилии Порошенко, он сдержал свое слово. Вот этот негодяй свое слово сдержал. Он сказал, дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Сдержал. Детки сидели в подвалах. Больше того, они лежали около подвалов, а он наслаждался этим. Это же просто мерзость. Это что же за государство такое, где люди, да какие они люди, убивают своих граждан. Они слепили из России образ врага, образ монстра. Им стало легче. Так называемый, видите, как я акцентирую внимание, так называемой Европе. Им не так стало стыдно за то, что они потеряли национальный суверенитет. А если говорить о культуре, дальше экстраполировать, потеря культуры – это потеря национального суверенитета. Вот им сейчас надо нас добить, для того, чтобы они уничтожили нашу культуру, уже договорились до того, что запретить Чехова, Чайковского, Тургенева, Толстого и так далее. Это мракобесие. Вот кто-нибудь из нас думал, что мы будем жить вот в такое время? Кто-нибудь из нас думал, что вот это будет происходить? Первая проба была, это 2008 год, Южная Осетия. Они хотели понять, как же Россия среагирует. Россия среагировала благодаря тому, что у нас Путин. И Путин принял решение. И спас юго-остинский народ от истребления, от уничтожения. Не получилось. Теперь вторая проба. Уже вот 2014 год Крым, и вот сейчас 2022 год. Это, извините, вот уже вот эта бабушка, которая вышла с красным флагом. Вы видели? Да, конечно. И которая перепутала и подумала, это наши ребята подошли. Оказалось, это вот нацики. Когда они ей там дали какой-то паёк, она им вернула и выхватила у них флаг, потому что вот для неё было главное. Или этот парень, который сказал, мой дед гонял по лесам бандеровскую нечисть. Сегодня пришло моё время. Я вернусь домой. У меня жена, ребёнок. И вот я уже говорил на митинге у Каластинского театра, я сказал, к большому сожалению, не всем суждено выполнить свои обещания. Но пусть они возвращаются. Потому что мы вот жили в быту, ходили, там, не знаю, отдыхали, гуляли, там, не знаю, наслаждались общением друг с другом. И мы не замечали, среди каких героев, оказывается, мы жили. И вот сейчас время такие имена нам открыло. Мы не думали, что мы ходили рядом с Барбашовым, или там, или там с Моресьевым, или с Тололихиным, или с Ковырбеком Тогазовым. Я говорю, я с ним был лично знаком и горжусь этим. Героя Советского Союза. И я думаю, что много еще имен будет таких, знаете, оглушающих. Эти ребята перевернут даже колеблющиеся отношения к тому, что происходит сегодня там. Они перевернут. Перевернут своим примером, тем, что они делают ежечасно, ежеминутно. Вот я же говорю, ребята кадыровцы, посмотрите, как они воюют. Просто низкий поклон всем. Мы патриоты Кавказа, тем более мы знаем многих героических примеров. Да и не случайно по количеству героев и кавалеров Ордена Славы Осетия на первом месте. Я имею в виду на душу населения. И мы знаем, как ребята наши умеют воевать. И наши ребята воюют. И из Южной Осетии ребята воюют. Кадыровцы как воюют. Дагестанцы как воюют. Вот этот паренек, который взорвал себя гранатой. И я говорю, какая-то тварь сказала в свое время лиц кавказской национальности. Люди с удовольствием обсасывали и наслаждались этим термином. А вот сегодня война идет за честь Кавказа. За честь нашу с вами. И сегодня, я уже говорил, сегодня уже не скажут лица кавказской национальности. Наоборот, будут говорить Кавказ. Это звучит гордо. Больше того, ребята, которые там, их никто не заставлял. Они в основном контрактники. Или добровольцы, неважно. Они пошли туда. И посмотрите, какие они спокойные. Посмотрите, какие они уверенные. Посмотрите эту силу духа. И посмотрите, какой эмоциональный подъем у этих ребят. Как говорят, наше дело правое, мы победим. Мы обязаны победить. У нас другого пути нет. Обязаны, потому что сейчас речь идет о существовании России. Нашем с вами существовании. Просто о физическом уничтожении России. Владимир Иванович, вот вы сказали, чтобы уничтожить нацию, достаточно уничтожить ее культуру. Да. Можете рассказать об этом процессе? На какой стадии сейчас, если так можно сказать, уничтожение российской культуры? Вот, например, сейчас многие звезды, многие артисты, они покидают Россию. Например, Чулпан Хаматова оставила свой фонд, ехала в Лигу. Вот это Чулпан Хаматова для меня просто перестало существовать. Вот этот человек, да это какой человек? Она в свое время закидала всех о идее, то, что она создает такой гуманный, такой, такой человечный фонд. Ну, ведь она и правда это делала. Ее фонд помог очень многим детям. Я понимаю. А вот сейчас у меня есть сомнения, только ли детям помог ее фонд. Я не хочу ничего говорить плохого. Я просто хочу сказать, ну, нельзя так быстро переобуваться в воздухе. Отрабатывает? Отрабатывает возможность жить в Латвии? Забыла, кто ей дал народную Россию? Забыла, кто ей давал награды, медали, ордена, которые она получала? Ее чествовали на всех уровнях. Чулпан Хаматова, Чулпан Хаматова, икона. Забыла? Ну, в одном из интервью она сказала, что не считает эти звания каким-то достижением. Она негодяйка. Вот я считаю достижением. Мне Родина дала звание народного артиста России. Мне Родина дала звание народного артиста Осетии. Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении меня орденом дружбы. Я кавалер ордена дружбы и почеты Южной Осетии. И так далее. Ну, зачем? Зачем? У нас отцы воевали, деды воевали. Я видел, как мой папа стоял, когда аппарат был и плакал, когда маршировали солдаты, а он уже демобилизовался. Не носил ордена медали, просто планки надевал и все. И что, сказать, мне эти планки не нужны? Это бессовестность. Это бессовестность. Она просто отрабатывает возможность получать гонорар. Она отрабатывает условия своего существования. И просто поставили задачу. Хочешь жить в Латвии, в Норильском взморе, в элитном поселке, поселке миллионеров? Из-за куста лай. Вот она лает из-за куста. Да разве она одна? Что же вы сразу все в отпуск поехали в одно и то же место, в Израиль? Как у вас лихо, у всех совпал отпуск. Смотри, какие они сразу. Все сразу кинулись отдыхать или поправлять свое здоровье. Чем обусловлена эта реакция наших артистов? Личной выгодой. Потому что у них у всех счета и дома. Вот у вас есть дом в Испании или в Италии? Нет. У меня его нет даже во Владикавказе. Вот видите, у меня во Владикавказе есть квартира, счета нет в каких-то банках западных и нет ни в Италии, ни в Испании. А у них как же так? А вдруг их не пустят туда, где у них дача трехэтажная или четырехэтажная? Да это просто деньги. Они отрабатывают, они нагло отрабатывают, чтобы их не дай бог на них не обиделись и не сказали им не приезжайте. А как наше местное театральное сообщество отнеслось к такой реакции? По-разному. По-разному. Есть люди, которые откровенно, вот я, например, выражаю свою позицию откровенно и не стесняюсь и не боюсь. И я этих людей называю подонками и предателями. Я же не случайно сказал об Лисецкой о Шостаковиче, когда началась война. А посмотрите, какой всплеск был. Какие тогда сняли фильмы патриотичные? Вставай, страна огромная, покраска. Посмотрите, какие написали песни. По-моему, эта песня была написана за одну ночь. А Сталин что сделал? Когда подписывали договор о капитуляции, акт о капитуляции, он послал Блантера вместе с командой, которая подписывала акт о капитуляции. это как же он мыслил стратегически и вперед смотрел. Он послал Блантера для того, чтобы под впечатлением вот этого эмоциональной и вот этой вот какой-то возвышенности подписания этого акта Блантер написал песню. И он написал героическую песню. Вот. Вот это для меня пример. А, ну, знаете, новая культура, она разнородная. Она разнородная. Раз уж мы вспомнили праздник Победы и годы Великой Отечественной войны, расскажите, какие постановки будут у вас в театре к Азоризе стихи мы поставили. Я, когда мы ставили этот спектакль, я собрал постановочный коллектив и сказал, ребят, значит, эту тему либо мы ставим, либо мы не ставим. Это надо играть либо хорошо, либо давайте-ка вообще откажемся от этого материала. И мне кажется, у нас получилось искренне хорошо. Азоризе стихи. Поэтому специальному ничего не делаем к да там. Я вообще не люблю, когда что-то делается к да там. Повторюсь, надо не к да там, а надо, наверное, думать об ответственности художника постоянно. Что ты оставишь после себя? Знаете, какой след ты оставишь? След, чтобы вытерли паркет и косы посмотрели в след? или незримый, прочный след в чужой душе на много лет? Вот надо думать о том, как ты воспитаешь сегодняшнее поколение. Знаете, что мне радостно? После каждых вот таких, ну, война, не война, сейчас говорят, ну, не надо говорить, война, я скажу, война. Вот после таких событий, ведь страна, ведь другая выйдет. Мы победим, и страна выйдет другая. Я думаю, каждый из нас выйдет другим. А мы уже вышли другими. Мы уже вышли другими. Во-первых, произойдет переоценка ценностей. Мы уже не будем сагбенно, как в 90-х годах при слове иностранец, у нас дыхание, дыхание перехватывало, и мы готовы были молиться только потому, что иностранцы нам что-то говорили. Ну, ну, как вот, ну, как по-человечески можно относиться к тому, что произошло? Вспомните Испанию. Вспомните. Гренада, гренада, гренада моя. Откуда у парня испанская грусть? Испания. Воевали ребята. Я землю покинул, пошел воевать. За Испанию. Сегодня испанцы санкции, убоявшись Америки. Дальше. Италия. Вы помните, когда начиналась пандемия? Наши ребята пошли в самые грязные зоны, рисковали заболеть. Наша страна первая поддержала Италию. А потом уже кто-то начал присоединяться. А первые поехали наши. И вот они ответили. Они сказали, а мы вас лишаем наград, как Чулпан Хаматова, итальянских наград. Я говорю, что выйдет страна совершенно с другим, она же не только военный, технический прогресс после всех этих вот событий происходит. Сразу военная мысль развивается, научная мысль, толчок. Оно ведь и морально. Мы ведь по-другому теперь будем смотреть и на свою победу, в том числе 45-го года. Сейчас скажу крамольную вещь. Ведь мы до чего доходили? В 90-х годах вот мне было больно это видеть. Я всегда очень активно ругался на эту тему. боялись произнести слово Родина и патриотизм. Молодежь, а вы смотрите сейчас, какие ребята там. Владимир Иванович, раз уж мы заговорили о спектакле «О зоре здесь тихий», вы сказали, что актеры блестяще справились с постановкой. Расскажите, пожалуйста, об актерском составе театра. Есть ли, может быть, молодые актеры, которые достойно представят плеяду знаменитых актеров. А вы приходите, посмотрите, какая у нас сегодня замечательная молодежь. Что касается девочки, которые там играют, там же в основном девчонки, все же молодые. Одна другой лучше, одна другой талантливее. Вот я как-то... Ну, а Воскова играет Никита Верзилин. Потрясающе. Мы были на фестивале в Крыму, и когда, значит, журналистка одного и критик театральный сказала, вы знаете, я очень много видела этих спектаклей, спектаклей по этой пьесе. Лучше Васькова я не видела. Вот как Никита Верзилин на нее произвел впечатление. Приходите, очень трудно говорить о произведении искусства вот так. Надо его видеть, надо смотреть. Я была на этом спектакле, мне он чрезвычайно понравился. Хотелось бы, чтобы вы и зрители узнали поподробнее об актрисах и о том, как они играют. Хорошие артистки, хорошие, очень хорошие. Вот сейчас они в основном, большинство из них играют в этих двух музыкальных, один у нас мюзикл, «Любовь, несмотря ни на что», а второй музыкальный спектакль, не мюзикл, а скорее музыкальный спектакль, называется «Любовь вопреки». Они тоже там заняты. И Зоя Бестаева, и Алена Бондаренко, и Маша Федорович, и Эля Бестаева. Ну, в общем, ну вот. А в мюзикле все песни исполняются вживую или все-таки под фонограмм? Да, вот какая вы умница, какой вы хороший вопрос задали. Абсолютно вживую. Это рад. И при том, как поют. Заметьте, драматический театр, не музыкальный, нет специальной подготовки, потому что не просто поют, а плюс еще очень сложная пластика, и умудряются существовать в этом пластическом каком-то решении достойно. А потом петь, притом не фальшиво. Ну, это замечательно, потому что, когда идешь на мюзикл, хочется все-таки слушать живое пение, живую музыку. Приходите. Спасибо большое. Обязательно приду. Легко ли актерам дался этот мюзикл? Все-таки, как вы сами заметили, у вас не музыкальный театр? Может быть, какие-то специальные курсы проходили, а не занятия? Нет, ничего специально не проходили, просто у нас очень трудолюбивый коллектив. В свое время, когда мы делали совершенно потрясающую пьесу, ставили «Сотворившее чудо» Гибсона, там слепо-глухонемая девочка. Притом это документарь. Главную роль играет Бондаренко как раз, насколько я помню. Бондаренко играет и Зоя Бестаева, они вдвоем играют. А вот Маша Петрович как раз играет эту учительницу, которая этого зверька, казалось бы, из этого зверька вырастила человеком. Так вот, для того, чтобы научить ее языку глухонемых, да, вот там они ходили на курсы, и их учили, как надо складывать пальцы, вот эта буква «А», грубо говоря, вот эта буква «Б», вот эта буква «В». Колоссальная работа была. Колоссальная, колоссальная. Самое страшное, вот в такого рода работах, нет, ну пусть рожают, мы следуем тому, что Владимир Владимирович Путин говорит о демографии, но когда кто-то из них беременеет и выпадает, вот это очень трудно, почему? Потому что трудно заменить. Там же все-таки все отлажено, все отрепетировано, кто-то выпадает, уже надо вводить вместо нее кого-то. Вот в этом, наверное, сложность. Да, очень неожиданная сложность. А с какими сложностями сталкивается еще театр в последнее время? Я не буду говорить о том, что подумайте, что я там льщу. Да нет, я говорю искренне. Знаете, есть такой вот довели лгунья, и там герой говорит, я врать не умею, мне это даже в делах вредит. Мне очень нравится это выражение. Ну, в общем-то, я не могу пожаловаться на отношение к нам руководства республики и города. В общем-то, наши просьбы слышат, реагируют. Мне кажется, вот сейчас встал вопрос, спасибо, конечно, Владимиру Владимировичу, идет речь о повышении заработной платы работников в бюджетной сфере. Конечно, это будет здорово, потому что ребята, альтруисты, вот когда ко мне приходят на работу проситься, ну вот поговорили, поговорили, допустим, мне понравился кто-то, ну вот скажем, вот вы, я же вижу, фактура какая, росла, героиня, вот, ну поговорили, поговорили, я говорю, ну в общем, вы мне нравитесь. Человек встает и уходит, я говорю, а ты не спрашиваешь, какая будет зарплата? да нет, для меня это не главное, вот это меня настолько подкупает, или когда человек талантливый достаточно, приходит и говорит, а сколько я буду получать? Я говорю, до свидания. Ты не спрашиваешь, что ты будешь играть? Вот я сейчас горжусь нашими ребятами, тем же Робертом Кисеевым, Малан, Цалаевым, а я же взял их молодыми пацанятами, которые с трудом делали первые шаги на сцене. А сейчас уже и один, и второй народные артисты Осетии. И я уверен, это не последнее их звание. И в отличие от Челпан... Так у вас много таких ребят, именно народных, артистов Северной Осетии? Ну, есть. Антон Тогоев, Вова Карпов, Юра Хафизов, Тер, Тер Давидянс. То есть, это Осетия, которая оценила их труд. Недавно Русский театр отметил свое 150-летие. Расскажите, пожалуйста, какие торжества запланированы по этому случаю? Ну, у Бера есть такое выражение. Я хотел бы жить настоящим временем прошлого. Это немножко, наверное, и про нас. Потому что мы все время, значит, попытаемся жить той датой, которая была уже, но не празднуем. А я вот так и говорю, вот я уже сказал, вот так был изобретен вечный двигатель. Нам все 150. Вот уже 150 прошло, уже 151, а нам все 150. Ну, не по нашей воле. в Вене. Это была и пандемия, потом события, вы знаете эти. Но мы запланировали на июнь месяц, тем более, обещается приезд Калягина, Сан Саныча, Шаванова, Владимира Анатольевича, Урин Владимир, директор Большого театра. Это вот мои очень близкие друзья. Я горжусь этим. Ожидается приезд Розовского, Марка Григорьевича. Ожидается приезд, естественно, Московского театра Вахтангова во главе с Кроком и актерами, ведущими. Заславский, наверное, Гриша, ректор Гитиса. Князев, ректор Щукинского училища. То есть, вот такая обойма совершенно таких вот медийных, потрясающих людей, которые когда-то, почему еще стремятся приехать в Осетию к нам на юбилей. Потому что, так или иначе, они когда-то побывали в Осетии совершенно влюблены и в наш менталитет, и в наше гостеприимство, и в наш театр, и в наши спектакли. Поэтому все с удовольствием отзываются. Я очень рад, что эта идея поддержана руководством республики. Вот. Мы должны еще вот сейчас согласовать с главой республики дату. Вот. Где-то это, наверное, 11 июня. Дай Бог, чтобы опять ничего не помешало. А чем Вы порадуете Владикавказского зрителя? Значит, сейчас мы приступаем. Вот. 24-го помолимся Богу. Пасха. 26-го мы приступаем к постановке пьесы, которая называется «Женщины». Есть такая драматурка Исаева, ничего вам не говорит. Это имя, оно такое, малоизвестное. Но пьеса мне понравилась. Называется «Женщина Есенина». Интересная очень. Дальше я, дальше мы планируем в этом году сделать сказку новогоднюю, «Щелкунчик». На следующий год я планирую «Гартия Лорка». Это дом Бернарда Альбы. Хочется Булгакову поставить Иван Васильевич. Вот. Фильм назывался «Иван Васильевич меняет профессию». Пьеса называлась «Булгакова Ивана Васильевича». Ну и грандиозный проект с привлечением я уже договорился с Настей Глебовой. Совершенно замечательный художник-постановщик, главный художник Театра Российской Армии из Москвы. Вот. Кстати, внучка вот этого Глебова, который играл Мелехова Гришку. Родная внучка. Очень интересный художник, очень интересный человек. И мы задумали, Белла Коргенова будет делать этот спектакль. Я очень хочу, чтобы этот спектакль стал визитной карточкой театра. Это Снегурочка Островского. Притом, я хочу, чтобы он был такой обрядовый, настоящий, ритуальный. Ну, не просто, знаете, как, о чем вижу, о том и пою. А чтобы там действительно было проникновение в культуру русскую. Вот. Это к вопросу, опять же, о культуре, о том, что такое культура и как это важно сегодня, и как это важно для нашей молодежи, которая придет. Кстати, констатирую, ребята очень хорошо ходят в театр, и особенно с приходом Пушкинской карты очень большой интерес. Я этому рад безумно. Спасибо большое, что нашли время и пришли в наш медиа-центр процветания и успехов вашему театру и коллективу. Взаимно. Спасибо большое. Продолжение следует...